Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И к нему пришел один женишок Длинный и тощий Как жерт Дальше он говорит Ой, невестушка, невестушка Ты длина, как еврейское изгнание Ну, кошмар И он смеялся на себе Значит, в итоге Драматургия традиция Батханов Также поприяла на возникновение театра Но безусловно, идея создания театра, написания пьес, драматургии Это явление европейское И на рубеже 18-19 века Мы являемся свидетелями в Германии Появления пьес, драматических произведений Не для постановки, а для чтения То же самое, что мы можем взять сейчас Шекспира И читать Совсем не обязательно оставить Значит, пьесы на сегодняшний момент Эти были драмоучительные Сочиняли их москилим, просветители Это был как бы ответ на вот эти традиционные Пурингшпили Писались они по-немецки Обычно еврейскими буквами Иногда прямая речь персонажа была все-таки наидыши Значит, ну сюжетом могли быть борьба, прогресса И осталости, ортодоксия, урандизма В драматическом действии у вас обязательно должен быть любовный треугольник Иначе не работает Итак, у нас имеется девушка Девушка красивая, хорошая, интеллигентная и подающая надежды И два укажера Один прогрессивный Кем он работает Кем мог образованный, прогрессивный молодой еврей работать Врачок Нет, какой бы так, нельзя было бы так Врачок И говорит он на культурном небесском языке И он безбарады Теперь, авторинутик, убийца И берет это Учит все репертуру и говорит на едише Отгадайте, кто добивается внимания этой девушки Первый Понятно Значит, эта система Вот таким образом Если ты хочешь нравиться девушкам Собрей городу, говори по-немецки Найдите себе нормальную профессию и будешь И поделитесь с этим человеком Прямой преемственности между этими Драматологическими произведениями И современным израильским театром нет Во-первых, они не ставились А во-вторых, современный израильский театр напрямую происходит от театра Гольфадена Итак, Россия А точнее Украина Конец 70-х годов 19-го века Появляется Титаническая фигура Отца Еврейского профессионального театра Абрама Гольфадена Настоящая фамилия была Голденфуден Уроженца Староконстантиновна Украина Голденфуден Но это, видимо, особенности видишь Нет, Фоден это должно быть на литературном языке Но его изначально знали Гольфуден Потому что Староконстантиновна говорила на украинском диалекте Но он везде вошел как Гольфаден Германизированный такой вариант Он создал труп, который называл сперва Дебродер Зингер Певцы из Брод И путешествовал по местечкам России Галиции и Румынской Молдовы Причем в Яссах Им был Написан Первоначальный Достаточно богатый По тем временам Репертуар еврейского театра Естественно, это лишь Я упоминал уже о У него пьесе Баркопа Сугубно-национальное содержание На библейский тему написал Шуламин Но он не написал такие вещи, как колдунья Пользовавшийся огромной популярностью И целый ряд других вещей Значит, театр был безусловно коммерческий Театр хотели вполне себе религиозные евреи Потому что никто еще не задумался это запретить Профессиональный уровень актера зачастую Офинт оставлял желать лучшего Характерным Жанром еврейского бродячего театра В период Альфадна Была музыкальная мелодрака Обязательно большое количество песен Песни зачастую фольклоризировались И потом ты мог слушать от своего дедушки В виде народных еврейских песен И тому подобное Публика была не претезанцем Совсем В современном Израиле Далеко не все вообще помнят им от Альфадена И стараются современный израильский театр С Альфаденом и его тыгерский театр Конца 19 века напрямую не связывать Однако уже к концу 19 века у нас появляется целый ряд Достаточно серьезных драматургов Потому что труб становится гораздо больше И в качестве драматургов у нас выступают Яков Гордин и Деймов и так далее И безусловно известный вам персонаж Шелом Алейхем Значит Шелом Алейхем в конце 19 в начале 20 века Написал целый ряд драматических произведений Представлявших интерес Частично потом переводившихся на иврит Некоторые из них ставятся, собственно, до сих пор Время-времени в израильском театре Из репертуара других авторов Которые сохранились до наших дней Можно назвать пьесу Мирла и Эрфос Якова Гордина Которая была написана Такая сильная, такая как еврейский вариант Это типа еврейский вариант Пласса Железного Такая сильная женщина Которая строит все вокруг себя Как положено И она удивительным образом до сих пор Достаточно популярна в Израиле В переводе на еврей Просто Мирла и Эрфат Называется Мирла и Эфрат В соответствии с еврейским произношением Уместно поговорить о Шелом Алейхеме Некоторые его произведения Существуют Как в варианте прозаических Так и в варианте драматических Одна и самая знаменитая вещь Чтобы понять, как это все выглядело Это кровавая шутка Или трудно быть евреем Когда-то я был литературным консультантом Киевского еврейского театра Когда это в 80-е годы ставили Сюжет достаточно простой В том смысле, что он заимствует Безусловно, это комедия положения Когда копытцы нищие Люди меняются местами В данном случае В чем состоит конфликт? Трудно быть евреем Процентная норма Недопущение евреев В высшем учебных заведения Русские и евреи меняются местами Меняются документами Учитывая, что в то время были документы без фотографий Начинается это все с студенческой Гимназисты кончают гимназию Пьют, гуляют, веселятся Один Шнеерсон Грустный Грустный С золотой медалью Ну, Шнеерсон Иванов говорит, что это лучше быть Ивановым стройками Чем Шнеерсон в пятерке Потому что мы время предъявляем Ну, под датой Иванова Говорят, давай меняться Значит, не заключают Пари, меняются И едут в большой город Ну, и как следует ожидать Иванов с документами Шнеерсон и золотой медалью Не поступает Шнеерсон с документами Ивановой стройками поступает А дальше Иванов Который происходит В состоятельной дворянской семье Ему неудобно Перед родителем Он хочет остаться В городе Пьеса это уже Достаточно увлекательный Сюжет развивается таким образом Что Иванов приходит Снимать квартиру А поскольку он Шнеерсон Он снимает квартиру Неких Шефира Ходит высокий Красивый Голубоглазый блондин И говорит по-русски У вас стоят квартира Хозяй квартир Мадам Шефир С прорезом в руках Говорит, господи Уже не обрезанные Стали ходить Снимать квартиру у евреев Значит Игра состоит в том Что дочка ее хорошо Говорит по-русски Она взросла в городе На гимназистке Бетти А мадам Шефира Говорит по-русски неохотно С трудом И русских вообще боится Теперь У нас появляется ситуация При которой Она хочет От этого русского Избавиться Как угодно Она говорит У нас дорого Скажи ему Что у нас очень дорого Он говорит Сколько дорого Он называет Сумму Он у него Богатый Он унимает И платит вперед Говорит Паспорт нужен У нас очень строго У вас паспорт Есть Она подает паспорт Это не умеет читать По-русски Ее дочка читает Шкловский мещанин Гершка Мовшев Шнерсон Возникает Немная сцена Мадам Шефира Говорит Ой Это что же Я ломала язык И говорила Там с вами может быть Человеческий Говорит И тут Якобы Шнерсон Говорит А что говорит Ваша мама Возникает Новая Немная сцена Начинается Безумная история Где он объясняет Что он Сирота Но из богатой семьи Он вырос В богатом русском городе У бабушки Мадам Шефира Сразу сматывает Потенциально Жениха Своя дочь Говорит 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 А бабушка Очень богата Короче говоря Ему сдают квартиру Ему сдают квартиру Но чтобы он остался Надо получить Право жительства Чтобы получить Право жительства Надо записаться Хотя бы Штери-бест Например Делаешь чернила Еще что-то В это время Якобы Шнерсона Навещает Его друг Якобы Иванов Который уже студент Приходит Хозяин квартиры Господин Давид Шапира И пытается Объяснить Жильцу Что надо записаться Что он делает чернила Этот Якобы Шнерсона Ничего не понимает В то время Как пришедший Иванов Сразу Врубается В чуткило Вы знаете Я не хотел обидеть Но вот Честное слово Если бы не был Иванов Я подумал Что вы не вред Только не обижайтесь Ну Настоящий Шнерсон Говоришь Ну шоу Что вы Я не обижаюсь В чуткило Дальше Что должно появиться В пьесе Любовный треугольник Итак Любовный треугольник Наготове У нас имеется Это гимназистка Бетти У нас имеется Настоящий Шнерсон И поддельный Шнерсон Значит там Песенки Все хорошо Замечательно Они все сидят Естественно Молодые человека Выявились В эту самую Бетти А дальше Возникает ситуация Во время какой-то гулянки Да Поскольку Гражданских браков Не существует На какой-то разговор О луквии Если там Кто-то там Приводит в христианство Для того Чтобы выйти замуж Это Бетти говорит Что такая девушка Она предательница Не застыл Что никого уважать После чего Иманов отправляется К Равину Чтобы проходить к ее Так Теперь Значит Равин Такой образованный Интеллигентный человек Вот здесь В первую очередь Мелькает Образ Театтора Герцка Сианизма Израиля Не забывайте Что у Малеха был сильный Что значит Образованный Равин Ну у нас там Режат газеты В том числе На русском языке Борода подслежены На стене Партия Театтора Герцка Побесил Тем не менее Он говорит Этого Шнерсона Представьте себе 6 миллионов Гонимых Дискриминированных Не дай бог Что хотите Первым и седьмым Миллионам А если у вас Девушка Честно За девушки Ну не стоит Он по всякому Его отговаривает Как положено По Галахе По еврейскому Традиционному Праву Нееврея Который пришел Стать евреем Три раза отговаривает Теперь Он пытается Взна Кто же это Девушка Которую он так любит И как-то ему Удается понять Что это Бетти Шампир После этого Он приглашает Себя Давида Шампира Отца Бетти И говорит Господин Шампира У вас дочка есть Он говорит Есть Могут обратить Я не могу На вашу дочку Что с моей дочкой Ну он говорит Что вот Некий Иванов Приходил До жизни У него проходили Деньги Юры Там Романы И тому подобное Что вы знаете Нынешнего молодежи И все такое Но это дело Делегатное Это надо Так Шампир Где я покажу Делегатное дело Но Равин Видел настоящего Иванова Назважите Иванову А Этот самый Шампир Воспринимает В качестве Иванова Настоящего Шнеерсона Возникает Очень бурное Объяснение Несчастно Ни в чем Неповидное Бетти Ничего не понимает Наконец Шнеерсон Настоящий Узнает Нет Вот уже С еврейскими Девушками Говорят Я тебе не позволю Я всю эту историю Крою Говорят А как же Наши пари А честное слово Ну На фоне Этого Наступает Песар Пасхальный Седр Настоящему Шнеерсону Надонела Быть русским Он хотя бы На пасхальный Седр Хочет попасть В нормальный Еврейский дом Посидеть Как все Он просит Иванова Чтобы Иванов Попросил Шампира Чтобы ему Разрешили присутствовать Шампира Идет в каравину И говорит Тут есть один Необрезанный Ну Это хороший Человек Так Он просится Можно ли Пригласить Да Ему Да Пригласи Его Ради Бога Пускай Они смотрят Что мы Делаем С их кровью Кровавый Навет Это Заменитая Дело Бейлиса О том Что евреи Якобы Кладут Кровь Маску Короче Они все Сидят Надувшиеся Друг на друга Бетти Считала Что Иванов Который на самом деле Шнеерсон Ходил проходить За Диоги Ю Даже не предупредив ее Потому что он за Диоги Толково не ухаживал Эти два друга Поссорились Давид Шапира Страшно Сводит на свою дочку И все Такое А тем временем Который Ищет Некого Цатика Шнеерсона Приходит Русская полиция В разгар Пасхального Цедра И они Говорят Кто тут Шнеерсон Иванова Иванова Говорят Я же Яерсон Он говорит Ну как пошел Сидят Но это русский Дворение И он говорит Русскому Городому Ханна Ты как Рыжки Амеря Арестовывают Иванова И тогда Настоящий Шнеерсон Встает И говорит Что Знаете Это уже Слишком далеко Зашло Настоящий Шнеерсон Это я Потом Поворачивается Дэвиду Шапира И говорит По-еврейски Вы не беспокойтесь Мы как-нибудь Все уладим Матон Жады Господи Уже не обрезаны И говорят По-еврейски Забирают Их Обоев На всякий случай Короче Вот представьте Это пьеса Шалмалейхем Которая смотрелась На ура С одной Непонятной Для нас ситуацией Если ее ставить В полном объеме Она прошла Пять часов То время Люди Могли смотреть Пьесы Продолжительность Три Четыре А что мы сейчас Сделать не можем Сейчас время Быстро И вас И могут И убеждить Поэтому Это занятие На полдня Теперь Шалмалейхем Безусловно Под влиянием Европейских В первую очередь Русская культура Повысил Уровень Еврейской Драматургии Совершенно На недосягаемые Высоты В этот период В драматургии Появляется Иже Упин Поминавшийся мной Шалмаш Помните Вам говорю про Шалмаш Которого израиля Все бойкотировали За то Что и поздоровали Что он Христианский Миссионер Итак Шалмаш Молодой человек Еще Он родился В 1880 году То есть На 20 с лишним лет Моложе Шалмалейху Пишет Несколько Пьес Которые Вывели Еврейский Театр Вообще На другой уровень Коснувших Совершенно Других Он написал Пьесу Мотки Вор Про Уголовный Еврейский Мир Который Раньше Собственно Толком Не Рассматривался И в современном Назаре То есть Эта пьеса Не потеряла Актуальности До сих пор В начале 90-х годов Я был Лид-консультантом Теорийского Едерского Театра Когда он Ставился там С синхронным Переводом На Айврит Он же Написал Первую Нашумевшую На русском Языке В русском Переводе Еврейскую Пьесу Эта пьеса Называлась Бог Вместе С Бога Вместе С постановки Бога Вместе На русском Языке В Петербурге Начинается Настоящий Уже Европейского Уровня Слава Еврейского Театра Потому что Та же пьеса По-польски А по-немецки Она написана Уже по законам Совершенно Европейской Тахмутургии Того времени Она По-настоящему Заложила Основу Профессионального Театра Еврейского Государства Каким он Существует Сейчас Значит Сюжет Этой Пьесы Состоит В том Опять же Эти все Персонажи То, что Найдет Что называется Унтервелд Уголовного Мира Содержатель Публичного Дома Еврей Который Держит Всяких Девец Для заработка Которые Скупают Краденые Ну все Что хотите У нее есть Хорошая Замечательная Девочка Милуточка Которая Пытается Воспитать Поляночные Достойные Образовные Но Эль Ноке Вот это Еврейское Выражение Бог Мстительный Сдающий Злом За злом Поздает Единственное Ради чего Он живет Это Довец Вкладывает Все эти Заработанные Грязными Заработками В нее Чтобы она была Хорошая Порядочная И замечательная Но ничего Не получается Она тоже Запутывается В проституции В пьянстве И так Довольно Пьеса На самом Деле Не имела Хотя Персота Даже Еврей Она была Достаточно Актуальна И В более Широком Смысле Это какой-то Достоевский Почти Можно Сказать Вот так Если бы Я был уверен Что Шалмаш Особенно Сильно Читал Достоевского Он Шикар Был Русский Язычит Хотя Конечно По-русски Нам Объясняться Он был Из Польши И Самые Языки У нее Были Польский Немецкий Какой-то Степень С Достоевским Или Писателями Того Круга Я бы Напомнил Вам Что Этот Стиль Декадации Глубокого Упадка Интереса К Отбросам Общества И тому Подобное Характер Вообще Для литературы Восточноевропейского Того Периода И Я Вам Напоминал Про Йосефа Хайма Прэннера Помните Который Девушку Называл Маленьким Котом А потом Убили Почему Называть Еврейским Достоевским Именно По ощущению Вот этого Напряженность Надлома Трагизма И Судьбы То есть Преступление Наказание Собственно В этом Состоит Основная Идея Спектакль Шел В Петербурге По-русски Был принят Мумра Критикой А саму Шумову Ашу Нельзя Было Оставаться Вечать В Петербурге Каждый Вечер Садился И уезжал В Финляндию Потому что Не было Права Жительства Это Наслепенно То Что Было Описано В Петербурге Шел Малехем Трудно Быть Евреем Однако Если Мы Подходим Уже Собственно Израильскому Театру То Резитной Карточкой Израильского Театра Является Театр Абима Габима По-русски Абима Теперь Это Национальный Театр Который Стоит В центре Тель-Абима И Теснейшим Образом Национальный Театр Израиль В своей истории Связан С этим Городом Где мы С вами Находимся Это И Было Подлинное Начало Израильского Театра Еще В турецкий Период Там Были Любительские Постановки На Иврите Шалмарей Мы Переводили На Иврит Режиссером Постановщиком Первым Им За счет Того Что Когда-то И заставляли Репрадиционную Иврит Школу Языком Общения Был Русский Реже Видишь И Первой Пьесой Поставленной Театр Абима На Иврите Стала Дебук Не праздник Начала Не праздник Начала Нет Нет Дебук Абима Дебук На Иврите Дебук На Иврите Между двумя Мирами По-русски Это называется По-русски Тоже Дебук Теперь Давайте Посмотрим Что Это Представляло Собственно Эта Постановка Дебук Она Служит Еще Большей Степени Чем Рабима Символом Израильского Театра Это Начало Иврит Театра Дебук Она Оставилась Неоднократно С тех пор Но И именно В этом Дебуке Помимо Самого Факта Что Театр Национальный Абима Был открыт В Москве Первые годы Он работал В Москве Еще Десятки Лет После этого Разговора Незуком За кулисами Оставался Русский Все Отмечают То Что Русский Акцент В произношении Актеров Был Отчетливо Виден И так И тому подобное Ведущая Примадонна Театра Абима Хана Робина Которая Была В частности Любовницей Нашего Первого Президента Хайма Вейтсмана Переписки Между ними Сохранил Все на русском языке Окей Большего влияния Яспортову На себе Представящий Театр Теперь посмотрим На саму Пьесу И так Кто Был Анский Бывший Народник Этнограф Волькларист Иврис Народник Он подписывался По-русски С. Анский Личин Анский Сперва Писал Только По-русски Потом Под влиянием Народничества В конце 80-х Годов Начался Татар Примерно Таташ Когда Шалмалей Тинфрук Давайте Поймем Каким Образом Идеи Русского Народничества Заставили Кого-то Писать Наивш Все Было Очень Просто Народники Ходили В народ Часть Молодых Образованных Отошедших От религии Евреев Пошли В русские Народы Такой Степени Что Крестились Окей К русскому Народу Но Некоторые Решили Что Вообще Имеет Смысл Пойти К своему Собственному Народу И тогда Они спустились С высот Русского Языка И стали Писать На Простонародном Языке А были Такие Которые Впервокрестились А потом Вернулись Например Знаменитый Пинхас Рутенберг Который Развался Стариком Из Нагарай Создал Израильскую Электрокомпанию Только Немногие Помнят Что Это Тот же Русский Сэр Петр Рутенберг Который Убил Папа Гапона Потом Он Гапона И вот Покаялся Впервые Он крестился Стал Народником Потом Сэром Потом Убил Гапона Потом Убежал Потом Господи Зачем И уехал Полистин Вот Значит Такие Моменты Наблюдались То Что Были Такие Которые Навсегда Вошли В состав Русского Народа И остались Вместе С ним Анский Пришел К еврейскому Народу А потом Он Действительно Как Привед Сказан Этнографом В начале 20 века Было Создано Еврейское Историко Этнографическое Общество Которое Пользовалось Финансовую Поддержкой Главы Петербургской Еврейской Общины Парула Кинсбурга И на его Деньги Была Организована Еврейская Этнографическая Экспедиция Частично Сохранившиеся Коллекции Этнографической 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 Музеи Этнографии В Петербурге Частично Они были Погибли Сколько Находились В Одессе И Во время Войны Улимничтожены Их Разгородили Румынии Теперь Анский Практически Возглавлял Этнографию Забегая Сильно Вперед Я скажу Что в начале В 81-м Году В Советском Союзе Была сделана Попытка Возродить Еврейскую Этнографическую Общину Подведем Еврейской Этнографической Комиссии Тогда я был Студентом Который Закончил Супер Этнографию Я тоже Среди Среди Товарищей В Советском Союзе Было По сути Запрещено В тот Период Заниматься Этнографией Историей Евреев То мы Этим Занимались Скажем так Полу Легальной И вот Одна Из вещей Которым Изделено Удалось Найти Первую Часть Вопросника Этой Экспедиции Анского Составленная Львом Штеренбергом Впоследствии Довольно Известным Российским Этнографом Который Тогда был Студентом Тогда Когда он Составлен Значит Мы Я был Среди трех Человек Которые Перевели Эту Программу С Идиша На Русский Чтобы Люди Могли И Пользоваться Вот Что Интересно Например Эта Первая Часть Составляла Больше Тысячи Вопросов Теперь Сами По себе Вопросы Мы Не знали Результатов Ответа Вот Раз Не дошли От Но Сами По себе Вопросы Меня Потрясли Например Куда Они Девались Я Не говорю Про Дебуков О Дебуках Я Расскажу Вам Отдельно Если Вашем Местечке Поверье Что Если Женщина Вышла Замуж И Никак Не Можется Беременеть То Придумайте Отгадайтесь Трех Прошу Мы Должны Сделать Надо Пойти На Обрезание К сыну Своей Подруги Когда Бладенеть За Крайнюю Плоть Вообще Появились Обыча Парушина Хоронитель Надо Утащить Эту Крайню Плоть Проглотить И тогда Забеременеть Жрать И Шмачек Существует Берем не верят ни о марокканских евреях из Атласских Бород. Речь идет об Украине. Начало XX века. Все эти обычаи, которые кажутся варварским, совершенно они были там изложены. Короче говоря, Анский глубоко проникся, стал тонким знатоком вот этих всех еврейских поверь и так и подобное. Как это связано с еврейским театром? Впоследствии Анский уже в разгар гражданской войны в России написал вот эту саму пьесу Дибук или Между временами. Изначально был закатан, на каком-нибудь он ее написал первоначально. Долгие годы считалось, что он ее написал на инише. Сейчас мы знаем ответ. Сейчас мы знаем. Песня назад удалось о том, что он написал первоначально по-русски. А потом он понял, что у них хватало тех, во-первых, не было русского театра соответствующего, который заинтересовал тема, а во-вторых, хватало терминологии. И тогда он сам перевел пьесу, сделав ее вариант на инише. Но после этого он послал в Габимов свой инишский вариант, где бярик, который он перевел, с инишем на инише. И в таком виде эта пассажирка была сделана в Ахтанг. Буквально спустя год так называемая вильнер-труппа, вильнерская труппа, который играл на инише, захотела поставить ту же самую вещь на инише. Но оказалось, что инишская рукопись пропала. Тогда Адский взял еврейский текст Бялиха и переволил его обратно на инише. То есть эта постановка пошла сперва на еврейке, потом на инише, но написано было изначально по-русски. Теперь для начала, конечно, я кратко сложу сюжет, объясню, каким образом это связано вообще с всем предыдущим потоком еврейской литературы и с последующим, включая Нобилусского варианта Башевиса Зингера. Итак, что такое дип-бук? Может кто-то знает и объяснит? Дух, дух или нет? По-моему, от глагола «давек» приклеивается. Ну «давек» прикрепится, приклеивается. Некоторая душа мертвого человека, которая не нашла упокоения в высших мирах и блуждает между миром живых и миром мертвых. Нет. Не просто блуждает, она вселяется в живого. Это дух мертвого, который вселяется в живого. Теперь, для того, чтобы понять современное израиль, мы должны понять, что сотни тысяч еврейкиан верят в дип-буков сейчас. Обряды изгнания дип-буков у нас транслировки телевизоров. Не специалисты. Теперь, поэтому, эта самая мистика сейчас, в постановке бывают и в разных театрах до сих пор. В Израиле они выглядят совсем не такие экзотические части населения. Так, давайте посмотрим сюжет. Так, собственно, русское название между двумя мирами, оно и пытается объяснить, не упокоилось там, и пытается здесь. Итак, два друга договариваются еще о младенчестве и детей, что у них пожили. Дети... Не родившиеся. У них были отречены не родившиеся. Это не существенно ваку. Договорились. Слово-слово. У евреев вообще не требуется подпись. И понятия такие, я так. Мы ударили по рукам, и этого достаточно. Теперь проходят годы. Вот этот молодой человек вырастает и все время занимается тайными кабалы. И он тогда занимался тайными этой кабалы, что умер. Теперь, что такое кабала, наверное, все слушают. Это еврейское мистическое учение. Там реализуется принцип, который в Медраше четверо вошли в партес. Что такое партес? Партес это вообще цитрус-имплантация. Но, в современном Израиле вам скажем так, но когда в кабалистическом понятии партес это аббревиатура слов. Пшат. Прямой. Это четыре формы комментария на библейский текст. Пшат. Прямой смысл. Уровень комментария. Ремес намек. Драж, комментарии и сот. И тайны. Итак, четверо вошли в этот самый партес. Рассказывает нам Драж. Один умер, один предал, один сошел с ума и только один прошел весь протест насквозь. Занятие кабалой опасно. Это традиция, которая идет на протяжении всего существования таких еврейских мистических учений. Кабала это глубоко опасная вещь. Теперь, опять же, мы говорим о влиянии всего этого диаспорального культурного комплекса и демонологии на современный Израиль. Давайте посмотрим. Итак, каббалистический обряд пульса Денура. Вы слышали это выражение? Да. В отношении Шарона Денура. В отношении Рабина в первую очередь. Да? Огненный удар. Теперь в отношении Шарона это не наказано, но теперь посмотрите на ситуацию. Пульса Денура, парамельский огненный удар. Что из себя представляет это практическая кабала. Вообще, каббала занимается вот Тора вам не говорит зачем мы живем в этом мире. Тора вам не объясняет что будет на том свете. Никакого рая и никакого ада не описывается. У вас все время какие-то разговоры на тему что делает души праведников в раю. Сидят и учат Тора. Для них это рай. что делают души грешников в одну. Сидят и учат Тору для них это ад. Ты судишь сам себя там все это гораздо сложнее. Это не расписано. Ты скажешь там что-то есть никто туда не вернулся умрешь и знаешь. Тора находится не на небесах а на земле это то что примерно все время внушает. По этим законам надо жить а не умереть. и так далее и тому подобное. Но не дает ответа а зачем мы вообще в этом мире как это Господь все делает и все такое. Поэтому Каббала занимается такими вещами как мы говорим на вершине мира. Понятно что в наше время этим мистическим учением люди увлекаются в России нам можно иногда увидеть чудовищное количество литературы по Каббале и тому подобное. Итак большинство израильтян не особенно Каббалов занимались прямо скажем боялись не интересовались далеко отошли от этого. По поводу примера министра Рамина был совершен обряд пульса Динура но он подразумевает следующее выходит Миньян не меньше 10 людей которые призывают ангелов разрушения Малахи Хаббала прийти в этот мир и уничтожить нечестивца того кого они называют нечестивца называют имя его матери потому что проклинают или благословят смысл здоровья по имени матери и называют то по имени отца проблема состоит в том что эти люди должны быть готовы умереть потому что соответственно бавнистическими вированиями ангелы разрушения призванные в этот мир не уйдут пока они не уничтожат либо проклинаемого либо проклинающих окей значит документируем факт что вышел виньян фаббалистов организовал пооружение Советского Союза некий не будем называть проклина рабина и все изназначенный срок рабина застрелили вопрос кто как что там все это вопрос пылко обсуждался недельный раздел который читался тогда где оказался именицкак рабина и то чтобы убьют при случае можно это почитать теперь это потрясло все незраильское общество в то время я работал журналистом одной из русскоязычных газет интервьюировал в частности бывший сотрудник спецслужб который занимался я спросил а почему арестовали того кто организовал пульс адейнура но не арестовали этих каббалистов которого провели ну ты что дурак что ли ты их заброш там они тебе проклинат и все ну у вас наверное в шамбане сплошные атеисты атеисты аравьи тоже был атеист значит я только могу все видели да это примерно такое отношение которое существует с опаской состраненностью вот это тема который вызывает реально трепет в любви именно этот материал использовал в своем произведении Ански значит главный герой умирает а потом душа вселяется в его невесту этот разговор двойственный мертвый жених и живой невестный потом вызывают изгонятелей духов совершается обряд когда им повелевают покинуть он покидает но она умирает то есть мрачная страшная даже морали уж уже что хорошо что плохо поэтому почему-то это соответствовало настроениям общества начала двадцатых годов здесь не забывайте что театр Абимов посещали не только евреи сколько в Москве могут быть людей которые понимали не вредит поэтому там были программки перевод и так вот Натальич пользовался бешеным успехом впоследствии театра Абима выехал на гастроли в Европу покатался и переехал в полном составе в Палестину где и стал на центральном театре за это израильтяне должны быть благогарно товарищу Владчарскому я не шучу этот русский дворянин спас сокровище израильской культуры и то он подписал разрешение на выезд в Бялик и он же подписал разрешение на гастроли Абимы он понимал что в Советском Советском Культуре на еврейском не будет никакого шанса и в отличие от еврейских большевиков которые хотели на еврейском эквентировать он позволил уехать теперь это ситуация ставит израильский современный театр в прямую зависимость в прямую связь с театром не вообще диаспора а с театром здешним школа Вахтангова это и до сих пор в Израиле воспринимается как нечто очень достаточно длительное время Абима оставался единственным профессиональным театром в стране впоследствии возникли другие новые театры Оголь Шатер Камери Камерный театр и так далее я не говорю уже про Хайский отдельный театр про Бершерский театр это подобное стали писаться пьесы которые создавались уже на израильской почве израильтяны делались многочисленные постановки переводных пьес в том числе с русской театральной классики и мировой классики влияние диаспоры как бы стало ослабевать Израиль стал как бы своего рода и любого провинциальным вариантом европейского и американского театра со своими конечно уходящими далеко русскими корнями историческими перемены возникли по целому ряду причин следует понимать что израильское общество к культурным отношениям оно очень и очень поликультурное и очень разноклассное оно говорит на нескольких языках и оно совсем не обязательно используется одни и те же культурные коды есть вещи которые одни потребляют знают есть вещи которые другие не знают например большая часть населения театра крупный крупный изделитель культуры ладину который потом был президентом израиля но проблема состоит в том что эти говорящие на ладину они в сущности тоже европейские евреи это выходцы с балканского в острове и так далее и так далее а если мы говорим о выходах с востока то это не работает это не работает работают какие-то развлекательные пьесы для детей там что-то такое это раз второе на каком-то этапе израильский театр стал таким между соборщиком израильских воск что такое воск white anglo-saxon protestant это белый протестант саксонского происхождения который собственно является солью земли американской в условиях конкретных израиля хотя точно про это не говорят это урожен светские европейского происхождения образованные богатые уроженцы израиля это первый израиль так называемый культурная война культур которая проистекает не привела к тому что в театрах например в камерах и так далее постоянно шли постановки против ультер-офтодокса об их жизни иногда с использованием старых пьес написанных еще в диаспоре но приспособленных к израильскому современному бытию например вместо еврейского местечка на Украине все это переносит например Цфат почему в Цфат Цфат это город Кабалы Цфат это город еврейского средневековья и ты можешь себе представить где-то местечко такое Кандовы это безусловно Цфат были политические пьесы против поселенцев против религии в поддержку Цфат все это толкнуло огромное количество публики которые для этого ходили израильский театр впал в некий тупик теперь с началом 90-х годов прошлого века у нас происходит некий переворот переворот этот связан с двумя фактами первое закончилась война языков и лишь однозначно потерпел поражение в борьбе против ивритов все бороться оказалось больше нескольких если еще в 60-е годы дом ивритских писателей в Тель-Авиве был набит людьми была очередь и все стал пустить поэтому государство перестало преследовать ивритский театр и игравший в Хабиме долгие годы на иврите актер Шмули Кацмон создал театр ивритский стационарный израильский Тель-Авивский театр который является новейшим это театр функционирует до сих пор и является учением конечно он тоже переживает некоторые кризисы но сам по себе факт его существования то что у него стали приходить последнее время молодые говорит о многом второе началась волна массовой репатриации Советского Союза приехало порядка миллиона человек культурного отношения коррекции невозможно это 20% населения израиля представьте себе если бы население России увеличилось на 20% людей я вижу что это происходит за те годы что я обсуждал но вопрос не в этом представление советских евреев о том что еврейское что нееврейское что интересно что неинтересное были совсем толки где-то в 91-м году я шел в Терравии увидел двух пожилых граждан когда мне спросили по-русски как пройти еврейский театр я сразу понял что они имеют ибо объяснил как пройти театр еврейским театром они называли театр который играл на этих почему потому что это национально язык евреев в Галут и Восточный Вы думаете две пенсионерки советского союза думали такими глобальными масштабами национальный язык евреев в Галут мне потому что они знают этот язык в отличие от евреического дело в том что в Советском союзе по словам еврейский по словам еврейский 全зыв В Советском В Советском Союзе существовала своя собственная развитая традиция театральная на Идиши. Достаточно вспомнить имя Михоэлса и достаточно вспомнить театр Гассет, а Гассетов было, по-моему, 17, не ошибаюсь, по Советскому Советскому Старшему Еврейскому театру. Выродил специальный Идиш сценический язык. Было еврейское театральное училище и все, что угодно. Театр был ликвидирован в 1949 году в Советский Идишский театр. Но, когда была Хрущевская оттепель, оставшиеся актеры Михоэлса и Гассета создали московский еврейский драматический ансамбль. Сейчас он выродился и выглядит, кажется, чудовищно. Театр Шалом московский, который не еврейский, не театр и так далее. Когда-то в конце 80-х годов я был там учителем Идиши, то есть я переписывал русскими буквами роли актеров, а потом трясировал, чтобы они их могли произносить. Но, скажем, в 60-е, 70-е годы, это был, у них не был стационарный театр, но он гастролировал, просто я помню, как это выглядело в Советском Союзе. Это выглядело так. Билетов не было. Все раскупали. Потом, когда еще были последние звезды того старого Михоэлсовского театра, потом перевода синхронного не было, программок не было. Поэтому смеялись три волны. Кто-то пошутил. Сперва смеялись пожилые, которые все хорошо понимали. Потом, когда верблюдов доходил от тех, кто понимал с пятого на десятое, потом, как же, был шепот, переводили тем, кто не понимал ничего, и они смеялись тоже. Да, так работал, но это давало ощущение присутствия еврейского театра. Я помню, когда начались Горбачевские всякие послабления в 80-е годы, я много работал в еврейском театре, был такой момент, что зарабатывал денег шикарно. Просто шикарно, потому что вдруг оказался таким востребованным, в еврейском театре можно было делать все, что хочешь. Сколько голый задний, ты садишься на гвоздь, написаешь, что это еврейский театр, что это еврейский вруковик, там лапса на лица отца и заработаешь на этом денег. Когда ты уже делаешь что-то нормальное, вот был такой подвиг. И, соответственно, вот на этой волне люди приехали, у них было четкое представление, что имеются какие-то еврейские пьесы, еврейский театры, еврейский язык. Израильский театр был им чужден. Я могу сказать, пожалуйста, вот этот еврейский ансамбль, он как кизнал, просто какой-то ДК приезжал куда-нибудь в Шмель? Да, смотри, это делалось так. В Гермиджан там что-то принял? Ну, если говорить о советских еврейских театрах, вот в этом периоде, который я уже лично составил, у меня есть статья на английском языке по поводу официозной советско-еврейской культуры, вот рассматриваем периоды, но по-простому это выглядело так. Ансамбль существовал при Мосгор-концерте. У него была маленькая репетиционная база, где он с другими мог репетировать, постоянно зданий у него не было. У него была, что называется, гастрольная география. Расписывали, то там едет туда, там едет туда, так вот поступает, соответственно, в ДК. В некоторых местах не принимали еврейский ансамбль. В некоторых не было евреев в достаточных количествах. Теперь в Москве ему не очень давали выступать, но периодически все-таки давали где-нибудь там. В клубе, заводе, там чего-нибудь такого. Теперь в Биробиджане есть, надо не помнить, есть камерный еврейский музыкальный театр. На Таганке шикарное здание. Советскому Союзу потребовалось пропагандистских целях, чтобы показать, что есть что. И был при еврейской автономной области создан камерный еврейский музыкальный театр. Номинально учислица за Биробиджаном. Фактически он всегда сидел в Москве. Во главе оставался Юрий Шерденг, такой актер русскоязычный, совершенно нашел в голову поедавший крыша, которая абсолютно далекая еврейская культура из всего. Но актеры там были неплохие, они сделали одну потрясающую постановку. Они сделали рок-оперу на идише, черную издечку для белой кубавицы. Илья Резник написал стихи по-русски, а потом Хайм Бейдер, который был моим учителем, перевел это на идише. У них было шикарное здание, прямо около метро Таганское, а потом в 90-е годы их руководство превратило это в казино. Вы можете это казино наблюдать. Это была сплошная показа. Теперь, это было второе. Теперь, одновременно был создан шоу группа Фрейлакс, которая фактически сидела в Киеве. Формально она чистилась, опять же, за Биробиджан. Там я работал тоже за Блитом и так далее. Туда реставраль с ними сделал постановку Анитфу Наганзьор. Это демантическая женщина, простой еврей. Я сделал просто музыкальную постановку по циклу еврейских праздников. Вот. Но с этим было очень достаточно смешно. И были еврейские народные театры. Еврейские народные театры, которые не имели статус профессиональный, были в Фильмсе, были в Камасе. Потому что была другая политика местная по отношению к евреям и в Биробиджане. В конце 90-х, 80-х годов возникло такое количество всего, что уже трудно себе представить, но качество у нас вообще есть лупа. Теперь это то, что касается вот этих ситуаций. Официально театрально, чтобы было прийти и прочитать. Вот это еврейский театр такого не существовало. Как путешествуют? Как в Убу-Косторске, что ли? Как в Убу-Косторске, что ли, есть там? Бременские музыканты, они путешествовали? Нет, ну, смотрите, в Советском Союзе это же не только с евреями было. Упорядоченная ситуация. Например, я когда писал диплом, я работал в Кабардино-Балкарии. Приходишь там в Кабардино-Балкарскую консерваторию, где есть Кабардино-Балкарский театр. Но поскольку кабардинцы и балкарцы это парадных народов, кабардинцы это черкесы, а балкарцы это тюрки. Соответственно, у них была кабардинская и балкарская трупа. У них была гастрольная география. То есть у них было здание, в котором они выступали по очереди, там, нарчики, да? У них было расписано, где населенные пункты с преобладанием кабардинцев. В Советском Союзе черкесов формально считали отдельную национальность, но поскольку на самом-то деле они говорят на таком же языке, Карачаево-Черкесскую автономность в районах с преобладанием черкесского селения, это театр выжал тоже. Это просто было прописано, чтобы уменьшить запланированные убытки. Смотрите, классический репертуал был, конечно, Шаламалейхиев. Новых пьес драматических был ума. Ну, заколдованный парк. Ну, Шаламалейхиев, а там какой-нибудь. А Шаламалейхиев, как считали, пролетарским писать? Нет, пролетарским, это, конечно, сильно сказать. Давайте скажем так. В Советском Союзе существовала ситуация, при которой каждому народу положена национальная культура. В национальной культуре должен быть какой-нибудь классик, имени которого все. Ну, два классика. Это Пушкин или Эрмонт, Шевченко, Якуб Колос, Шатар Уставели, Габдула Дукай. Ну, Мусаджарин, потому что он герой. Например, синий, как Катар. А у Евреев, все было это Шаламалейхиев. В Пирогиджане главная улица называлась улица Шаламалейхиев. Соответственно, в Израиле, в городе Маалот, русскоязычная газета сейчас называется улица Ша. Потому что подавляющие большинство русскоязычных жителей Маалот, это улица Шаламалейхиев. Соответственно, Шаламалейхиев в Советском Союзе, как и все классики, представал несколько иноменей. Пролетар, он народный был писатель, я бы сказал так. То, что он был сионист, до нас не доводили. Пьеса «Кровавая шутка» не издавалась и тому подобные вещи. Ну, было примерно так. Теперь, какого-нибудь проблемы с евреями было вот в чем. Была еврейская литература, которая сдавалась на инишем за рубежом. Поскольку иниш считался языком народов СССР, все, кто писали языков народов СССР за границей, они автоматически не переводились на русский язык, практически не передавали здесь. Даже эти ничего антисоветского специально не писали. Соответственно, Башевиса, Зингера здесь не издавали. И пьесы его не стали. С вашего разрешения я хотел бы сейчас вернуться к ситуации в Израиле в этот момент, которая связана с тем, что евреи, приехавшие в Советском Союзе, помимо того, что они воспринимали в качестве евреев в языке, они еще и говорили по-русски. Так возникло еще более значимое явление современного театра израильского, это театр Геша. Если мы говорим про театр Игишпил, то в нем появился только один советский актер, очень яркий, Григорий Лямпе, из театра на Малой Бронной, который когда-то был самым молодым актером Михоэлсовского кассета. Когда Михоэлсовский кассет разогнали, то все эти старшие актеры, которые по-русски говорили с акцентом, они не смогли устроиться. Лямпе был молодой, шикарный говорил по-русски, он устроился всю жизнь, играл на русском языке, а потом он уехал в Израиль, в последние годы играл в театре Игишпил на Игишпил. Теперь возникает театр Геша. Геша на иврите означает мост. То есть имелся в виду мост между диаспорой и Израилем. Это была мощная организованная попытка создать израильский театр нового типа. Все поголовные актеры сперва были репатриантами Советского Союза. Во главе всего этого проекта стал режиссер Евгений Арье. Композитором, бессменным этого театра стал мой близкий друг Ави Недзбецкий, которого я упоминал, который до этого был заведующим музыкальным руководителем Таллиннского русского театра. И здесь в Москве мы с ним вместе делали путешествие в Днямина Третья в театре Эрмитажевский. Теперь среди известных приезжих, как Булканевский, который сейчас мотается между Израилем и Россией, потому что у них будет работы больше. На том этапе они играли все по-русски. Они играли по-русски, они играли и израильские пьесы, и русский репертуар, и западные, и пьесы, которые в оригинале были написаны на Эйвич. В частности, Башевис язык. Однако достаточно быстро этот театр добился колоссальной популярности у нерусскоязычной публики. И он начал выступать все больше и больше и больше на Еврите. В настоящий момент русский – это бегущая строка. Театр играет на Еврите. Театр затмил Хабиму. Театр, имея, уж я не говорю про камеры и все такое, это действительно один из ведущих театров в Израиле. Театр имеет свое стационарное здание в Яфе. Значит, здорово, Ярушилай. До сих пор большинство актеров русских происхождений, но уже не только. Репетиции сейчас идут, когда Ольге сам их ведет, частично по-английски, частично матом, потому что только Манури, это не выучил. Поскольку мне там приходилось сидеть на репетициях, я его не вестись на проживу. Как что, так-так-так-так, блядь. Банан, дадь ему хлеба! Он говорит, Женя, из-за Песов и Володи не хочет есть хлеб. Да, блин, принесете его мать и мать ваша, как не евреи вообще! Ну, хлеб вот так это выглядит. Но режиссеры, они по натуре, хоть и не евреи, так и не евреи, это уже диктаторская такая работа, одни людей переставляют так сюда. Смир колоссальный. Это мейнстрим современного израильского театра. И эта вещь, безусловно, диаспорная. Она диаспорная, и в то же время она израильская. И ведь, может быть, она гораздо более еврейская, чем кажется. Они ставили, конечно, израильские драматурки, типа Йошо Сополя, достаточно большим меньшим и тому подобное. Но они ставили и пьесы по Башевису Зингеру, в частности, Рап. И тут мы подходим к еще одному интересному моменту. Диаспорные корни израильской культуры. Израиль столкнулся с такой колоссальной фигурой, как Башевис Зингер, который стал лауреатом Нобелевской премии, который стал признан во всем мире. И его переводят, переводят, и переводят, и переводят, и издают, и издают. Сейчас и я с ним зарабатываю на жизнь, потому что перевожу. Я сейчас перевел его, на мой взгляд, его старший брат, Исраиль Йошо Сингер, был гораздо талантливый, но ему не повезло с переводчиками. Башевис Зингер, фигура колоссальная, которая заставила израильян обернуться назад и посмотреть на диаспор, на свои диаспорные корни. В каком смысле? Нет правилку в своем отечественном. Эйн, на ми, ба и ром, как называют это на европе. Почему? Пока Башевис Зингер писал только на Эдиши, никто в Израиле особенно не интересовался. Никто не интересовался, и никто не ставил в ОПС, и никто не приводил в рамках. Когда Башевис Зингер стал активно переводиться на английский язык и стал широко известен среди неевреев или среди ассимилированных евреев, которые занимают высокие посты и тому подобное, не забывайте, кто первый переводил Башевиса. Он переводил Сол Биллоу, тоже лауреат Мобильской премии, сын эмигрантов из России, родившийся в Канаде через год после того, как родители эмигрировались в России. Сол Биллоу писал в связи на них, что, естественно, на столе всегда лежала газета Форвардс. Это газета старейшая американская газета, которые читали его родители. Один раз он уже пролистал и видел какой-то романс и продолжение Башевиса Зингера. Он заинтересовался в том переводе. А теперь представьте, у вас переводит на английский лауреат на близком времени Сол Биллоу, и тогда вам немножко легче пробиться вперед. То же самое, что произошло с Башевисом Зингером. Так или иначе, театр Геша Сталин на иврите его роман «Раб», на пьесу пою роман «Раб». И, соответственно, она была воспринята не только русскоязычной, но в первую очередь в ритве язычной публики, потому что она эта вещь шланг-юритя. У Башевиса, Зингера очень сложные отношения были с Израилем. С одной стороны, проигнорировать такого человека нельзя. С другой стороны, он оказался символом диаспоры и отказом от репатриации в еврейской государстве, чем я скажу, отдельно. Это достаточно мощная фигура, чтобы его... Башевис, Зингер, представь себе, он родился в Польше и начал там свою литературную карьеру. Он эмигрировал в США шился в США и писал. Кто-нибудь из вас читал его Роман Шоша, перегон на русский язык. Давайте я вам говорю, как это связано с Израилем и с его советскими делами. Так, Роман Шоша. Пол такой автопиографический. Молодой человек из религиона семьи, выросший в Варшаве, который уже нашел к религии. И он с детства дружит какой-то вроде бы не от мира сего, слегка слабоумной девочкой поэты Шоша. Кто-то вырастает. Богема, писатель, Варшава предволенная. И запутанные отношения с кучей разных женщин. Платоническая любовь святой Шоши, а помимо этого все что угодно там. Одна из этих женщин фанатичная еврейская коммунистка, для которой все это Советский Союз. она феминистка. Она не говорит о любви и там подобных. Секс, это секс, он сам тоже не знает толком, зачем он ее ночует. То ли потому, что он ее любит, то ли потому, что ему неохотно ночью тащиться через всю Варшаву к себе на квартиру. Вот такие вот отношения. А на следующий день она должна перейти в Советскую Границу, идти в Советский Союз. И она начинает этого спрашивать, любит ли он ее вообще и хочет ли, чтобы она осталась и 5-10-го он не знает. И эта женщина уходит и исчезает. В лагерях, как масса людей, которые жили в Советский Союз, вообще-то коммунисты. Теперь интересная история состоит в том, что эта женщина существовала на самом деле. Она перешла в Советскую Границу, она была беременна от Башевиса, Зингера, и родила его единственного сына. Выйдя из советских лагерей, она уехала в Израиль, его сын вырос, Исраиль Самир, вырос в Израиле, в Текуце, не знает идтиши и так далее. И вообще Башевис Зингер с удивлением узнал вообще, что у него есть сын. Много-много лет спустя. Эта история гораздо более яркая и запутная. А если мы уже говорим о романе, то проблема персонажа состоит в том, что он не может построить устойчивых отношений, с какой нормальной меняемой взрослой женщиной. Его все время тянет этой по-детски очень виллой, очень свободной Шоши, потому что он убегает от каких-то устойчивых серьезных отношений. И в итоге Шоши гибнет. Шоши гибнет вместе с еврейским Варшавом. Он не может больше нигде существовать. Выжившие персонажи уезжают в Америку, уезжают в Израиль. Шоши не может больше нигде быть, как кроме вот в той Варшаве, которую он помнил, чтобы не понимать. Вещь довольно болезненная, трагическая. Варшаве Зингер связан довольно тесно с традицией использования еврейской мистики, которую начал еще в диаспоре, упоминавшись о мной из Калайбуш, перец. А потом она частично перекочевала и в пьесу дебук, написанную в Анске. Многие вещи Варшаве Зингера построены на еврейских народных бомбериях, на мистике, на всем, чем устроены. И в то же время это какой-то бунт против традиционного религиозно-еврейского восприятия. Это люди, которые оказываются в ловушках и не всегда могут из них выбраться. В контексте израильского искусства существенно вспомнить экранизацию его романа Гента, главную роль, который сыграл Марк Кастрейзер. Поскольку я уже сказал, что нет пророка своей магистики. И, конечно, израильтяне, когда они узнают «Обара! Такой знаменитый американец, он на самом деле еврей». Я помню, один раз я пошел в Тель-Авиве на демонстрацию в поддержку религиозного сионизма. Вдруг я увидел Кирка Дугласа, который в первую амегатору. Он стоял в кипе, и на руке в ней висела блондинка, которая годилась ему во внучке. Все, которые наступали против Рабина за религиозный сионизм, не с шага наступали, и все стали «Обара!» «Кто это с Кирком Дугласом? Всем было интересно, она американка или он подцепил местную. А что, Кирк Дуглас еврей? Оказалось, что Кирк Дуглас еврей, настоящее имя его писар из Азап Давидовича и так далее. И он, оказавшись в Тель-Авиве, решил тоже выразить свою солидарность с религиозным сионизмом. Это достаточно характерно. И что тут не сделаешь? А вот и не знали, что Кирк Дуглас наш. Примерно то же самое происходит и с Барбарой Страйсом. Просто Барбара Страйсом она как бы более яркая еврейство выраженная, она всегда своей произраильской симпатии выражала. В последний раз мы ее наблюдали, она прижала на празднование 90-летия нашего президента Переса. И теперь вернемся к фильму. Кино, вообще израильский кинематограф, естественно, тесно связан с театром, с экранизацией многих произведений, но следует упоминать, понять ситуацию. Израиль слишком маленькая страна. Конкуренция слишком высока. Современный кинематограф стоит бешеных денег. И как следствие сказать, что израильский кинематограф достиг огромного успеха нельзя, хотя есть один успех. Почему это говорит? Поэтому получается масса израильтян самореализуется за океаном и за чужим языком, что это еврейский темы. Самый яркий пример это экранизация Шолома Лейхема, The Feet Around the Roof, скрипач на крыше, в главной роли знаменитый бродвейский актер, он же израильтян, сейчас вернулся наконец домой, после 20 лет ему надоело играть в Америке телье молочника, это Хайб Тополь. И что он делает в Израиле? Первое дело, когда его увидели Хайба Тополь в Израиле, что Хайб Тополь вернулся, ему тут же предложили поставить телье молочника на еврейский. Он не может, я зовут Хайб, я не телье, насколько убожен, всю жизнь это играл. Хотя когда-то он играл в израильских фильмах в 60-е годы. Теперь с Барфой, с Трейсом, ситуация несколько, она американская, конечно, еврейка, но не забывайте, что израильтяне смотрят американские фильмы, в том числе, конечно, фильмы на еврейскую тематику. Поэтому я упомяну эту экранизацию Башеляса Зинкера как, не знаю, как по-русски сказать, Эдгар. Можно сказать вызов по-русски, как говорят? Вызов? Ну, короче, это вещь, которая вызывает попытку конкуренции, подражания, я на русском не нахожу соответствующего слов, неважно, на еврейке просто это называют словом Эдгар. Стать самым лучшим или сравниться с кем-то, это что-то вызов. Претензия это, да? Нет, претензия это не совсем претензия, это я претендую на то, что я якобы являюсь, а я не являюсь. Нет, я хочу самому себе и всем доказать, что я тоже могу. Они говорят, вот я такой великий! Нет, я правда хочу так великим. Даешь, вы все великие, а я нет. Это же хочется. Тоже хочется под них у других. Теперь вопрос состоит он, значит, сюжет. Янта Ешины богом называется Торином. Янта Ешеботник. Равен, местечко, Довенс, у него есть одна единственная дочка Ебта. И это обладает фантастическим талантом к звучанию Торы. Глубоким стремлением все это соблюдать. Но вообще женщина-то проблема на звучание Торы. Вообще некоторые таламудические мадрецы говорят, что обучающие свою дочь Тори подобен обучающей ее блуду. Вообще женщине незачем заниматься и он разрывается между тем, что он видит ее истинную тягу к изучению Торы и потому, что он хочет, чтобы она вышла замуж. У них происходят все время какие-то споры на эту тему. В итоге он умирает, сыновей у него нет. Она выходит и при всех говорит нам одни своего отца Кадиш. Опять же Кадиш имеет право говорить только мужчины и покидает местечко. Она переодевается юноши и начинает учиться. Дальше Башерес он, конечно, умеет это еще не скажешь. Я сказал, что его брат талантливый, но это не значит, что Башерес едки бездали. Она приезжает и под видом юноши поступает вишен и становится лучшим учеником. Шепотники это не то, что государство Израиль, которое платило деньги, не было. Они снимали кровать на двоих. И она оказывается вынуждена спать в одной кровати с мужиком, который считает, что он мужик. Теперь дальше возникает ситуация еще более запутанная. говорю про любовные треугольники. Башерес делает уже совершенно безумную ситуацию, при которой оказывается следующее. Она влюбилась в этого мужика. Тем временем, но она не может сказать, что она женщина, тем временем приходят предлагать невест. В то время еще тоска. Богатые евреи стремились выносить своих зачарей со самых удачных изучающих тонов. Приходит какой-то богач, ровен, показывает ему лучшего ученика, которому оказывается Йенда. Но в дочку этого богача влюблен тот мужик, которому влюблен на Йенда. Он ревнует ее... Представляете себе это что-то это просто именины сердца. То есть, конечно, этот фильм идет на ура, он вызывает у израильтян попытку быть не хуже, чем эти диаспоры евреи, попытку относиться к Башери Сузин и усережно. И соответственно в кинематографе он идет пока что появляется все чаще и чаще. И в том числе его делают потом израильтяния на русском языке Каневский тот же самый помянутый ноль. Поздняя любовь по Башери Сузингерам шел впервок в Израиль, а потом он ставил его здесь в театре на Таганке. Двое русскоязычных израильских. Я хочу об один из них тот же самый хорошо известный нам Каневский. Существует постоянный диалог на уровне театра и на уровне особенно кинематографа между Израилем и еврейской диаспорой до сегодняшнего дня. Особенно учитывая ту роль которую евреи и даже израильтяне играют в Голливуде. Потому что понятно в Европе глобусы которые держат самые большие там студии израильтяне. пауэррэнджеры я не знаю там показывали это израильтяне снят в Голливуде. Люди забывают о том что французский режиссер Клод Лалус он израильский гражданин он приехал из Туниса и ему так хотелось пойти киножникам. Он соглашался быть электриком на израильской киностудии но выходец из Северной Африки среди всех этих европейских евреев так и не пробился и так далее. Тогда он пришел сюда ходить во Францию. И он стал Клодом Лалус он сохранил израильский паспорт он регулярно когда его сына Бармитц он привозит его к стене плачет он говорит на еврите и так далее. Этот контакт существует все время. Прежде всего на уровне контакта кино Франция и Израиль и соответственно США и Израиль. Если мы будем я хотел сказать несколько слов о собственно все-таки израильских фильмах и об одной очень интересной фигуре которая сделала очень много для израильского кино это был не кто иной как Эфраин Кишон покойник. Эфраин Кишон известен больше всего как израильский писатель сатирик. Эфраин Кишон это редкий случай человека который приехал в Израиль взрослым не зная еврита совсем его родной язык венгерский был он писал по-венгерски выучил еврита такой степени что он стал классиком израильской литературы правда на старости лет он уехал в Швейцарию жил с молодой девкой и говорил что этим самым мстить нацистам за то что дистрибляли евреев во время войны но все-таки другая она была связана скорее с тем что он не хотел платить израильских налогов он возвращался в Израиль на 3 месяца в году теперь Эфраин Кишон в 60-е начале 70-х снял несколько фильмов ярких интересных я напомню только одну которая стала буквально культурой это Сала Шабати Сала Шабати фильм замечательный фильм посвященный культурному конфликту новых репатриантов из Марокко и туземных израильтян ашкинастского происхождения народу чеки пустынка Сала Шабати это личное имя такого восточного еврея которого играет никто иной как тот самый Хайм Тополь который впоследствии стал Тельем молочником он говорит много интересных и смешных вещей это критика такая острая на тогдашнее израильское общество например достаточно как все партии у нас демократия в стране но у нас имеется такой подрядчик по поставке голосов вот Маабара перевалочный лагерь где живут временные репатрианты приезжают функционеры разных партий и пытаются мобилизовать голоса репатриантов которые толком и вреда не понимают значит надо найти то что это Мелла Хашкуна король квартала Сала Шабати устраивается функционеров во всех партиях получили деньги от религиозных от социалистов от таких от таких потом естественно происходит как геки взрыв когда все это распутывается израильской социалистической дюрократии в самом лучшем виде фильм музыкальный который продолжает традицию вот этого еврейского театра который был сатирой музыкальной мелодрамой многие песни вошли как бы израильский фольфор иногда израильтяни поют эти вещи всякие до сих пор и думаю что уместно было бы сказать о кино подробнее отдельно но у нас просто время подошло к концу мы завтра еще встретимся я хотел бы подвести итоги в целом по поводу израильской культуры и больше сосредоточиться на политической культуре израиля и на ее диаспорных корнях на фоне всего этого комплекса культуры о котором я постарался вам рассказать израильской культуры по поводу